Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. Сегодня на своих экранах вы видите новое направление моего канала. Гайды по режиму зомби из серии игр Black Ops. Линейку гайдов мы начнем с новой карты для Black Ops 2 под названием Mob of the Dead, так как она не является частью основного сюжета зомби-компании. И начнем нашу серию с Блаттергата, или как он в русской версии называется Муж Китон. Блаттергат можно по праву назвать самым крутым огнестрельным оружием за всю историю зомби-режима Black Ops. Мы рассмотрим не только характеристики, но и все известные способы получения данного ствола. Блаттергат можно получить двумя способами. Первый, с помощью волшебного ящика. У Блаттергата очень большая вероятность появления. Только есть одно но. Если кто-то из вашей партии получил Блаттергат в ящике, он уже не выпадет. Хотя эту систему легко обмануть. Человек, у которого есть Блаттергат, должен уйти в Афтерлайв. Другой ваш соратник должен его ревайвить, но не до конца. Это самый лучший способ продлевания Афтерлайва. И это вам поможет открыть многие вещи, например, перки или скрытые двери. В этот момент игра будет думать, что человек с Блаттергатом мертв. И в то же время вы должны просто крутить ящик, пока не выпадет Блаттергат. Второй способ более комплексный. И необходим, если вы решите пройти главный квест этой карты. Для этого способа вам необходим Хелл Ретривер, Томагавк и самолет. Про Хелл Ретривер мы поговорим в следующем выпуске. Во-первых, вы должны слетать на мост с Золотые Ворота. После возвращения в Алькатрас вы должны с помощью Томагавка найти пять черепов. Первый череп находится напротив респауна в камере, в районе сортира. Второй находится на столбе, который видно через окно в офисе надзирателя рядом со спидколой. Третий вы найдете в доках, на третьей опоре причала, слева от PHD-флоппера. Четвертый можно поймать только с помощью Гондолы. И на мой взгляд, это самый сложный череп. Чтобы его поймать, нам потребовалось примерно семь попыток. Ну а последний можно найти на крыше, слева от самолета. В ролике черепов нет, потому что в театре эти объекты не видны. Но при поимке черепа ваш персонаж скажет какую-нибудь хрень, типа... Когда вы поймаете последний череп, вы услышите дьявольский смех. Это значит, что вы открыли Блаттергад. Чтобы его взять, вам нужно вернуться в офис надзирателя, и на столе появится адское пламя, в котором будет лежать Блаттергад. Если вы его возьмете, то в ящике он больше не выпадет. В этом случае можно использовать такой же трюк с Афтерлайвом из первого пункта. Что такое Блаттергад? Это новая вундервафля, которая сделана без использования элемента 115. Этот факт также подтверждает то, что Мопов Зе Дет никак не связано с основным сюжетом зомби-режима. Сам по себе Блаттергад представляет собой мышкет, собранный по технологии гатлинга. Он имеет четыре ствола. Каждый ствол загружается один патрон, в котором хранится семь дробей. При выстреле выстреливаются все патроны одновременно. Полет дробей горизонтальный, поэтому Блаттергад может делать ползунов. Но из-за высокого урона, который составляет полторы тысячи единиц ползуны, ползунов он начинает делать только после десятой волны. Кстати, Блаттергад это первый огнестрел, который может делать ползунов. Но еще это первая вундервафля, которую можно превратить в три разных ствола. Вторая модификация Блаттергада называется Свиппер. Ее можно получить на мосту, просто запихните Блаттергад в Пакет Панч или в русской версии Улучшайзер. И все, вы его получите. Отличие от оригинала минимальное, вместо одного патрона их становится два в каждом стволе. Также меняется режим стрельбы на автоматический. И увеличивается урон до отметки в пять тысяч единиц. Третья модификация называется Ассет Гад. Для сборки этой модификации вам потребуется собрать кислотный набор. Об этом мы также поговорим в следующих выпусках. С этой модификации Блаттергад начинает стрелять не дробью, а дротиками с каким-то химическим реактивом. При попадании дротика в тело зомби, зомби станется, а другие зомби слетаются на дротике. Потом происходит взрыв. Урон при попадании в тело дротиком составляет 150 единиц. При взрыве 2000 единиц. В каждый ствол загружается три патрона. Данный тип Блаттергада необходим на поздних волнах, так как он отвлекает зомби от вас и уничтожает по 5-7 зомби с одного выстрела. Но после 15 волны я рекомендую отправиться на мост и запихнуть Ассет Гад в Пакет Панч. После чего Ассет Гад превратится в последнюю модификацию под названием «Иссушающий окислитель». Отличие от Ассет Гада только в одном – в уроне. Если дротик попадет в тело, то урон будет 1500 единиц. А при взрыве дротика урон 7500 единиц. Это самое мощное, на мой взгляд, взрывное оружие за всю историю зомби-компании. Его урон можно сравнить только с заводной обезьянкой, которая очень редко выпадает в ящеге, а в мопов за дед ее вообще нет. «Иссушающий окислитель» – это главное оружие на 30-х, 40-х и даже 50-х волнах. Но у всех Блаттергатов есть одна проблема – это перезарядка. Она очень долгая. Поэтому вам необходимы перки «Спидкола» и «Электрик Черри». «Спидкола» увеличит скорость перезарядки, а «Электрик Черри» будет вокруг вас создавать электрическое поле, которое будет телепортировать зомби подальше от вас. Также рекомендую перк «Дабл Тап», который увеличит количество дробей и дротиков в два раза. Ну и, конечно же, не забывайте про «Джигернаут», который спасет не раз вашу жизнь. Ну, думаю, на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, как вам новый формат, как вам новое направление. И что вы хотите увидеть дальше – «Ложку» или «Хэллоретривер». Ладно, увидимся в «Олькотрассе». Пока!